Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анна. И это ознакомительное видео, в которое вы задавали вопросы и такие базовые вопросы, чтобы понять обо мне. Ну что, как меня зовут? Меня зовут Анна. Родилась я 15 апреля 1989 года. В этот день родилась Алла Пугачёва. Так что меня все родные и близкие ассоциируют у неё день рождения как у Аллы Пугачёвы. Какой твой любимый цвет? Раньше у меня был любимый цвет красный, но после 30 лет у меня больше любимый цвет синий в спокойствии. И немножечко, знаете, такой сиреневый, лавандовый или такой, ну вот такой вот цвет. Голубой, нежный, вот такие цвета. Какое твоё счастливое число? 4, 7, 3. Каждый раз по-разному. Откуда ты? Я с Москвы и родилась в Москве и живу в Москве. И родители мои тоже из Москвы. Есть ли у тебя питомцы? Да, у меня есть кошка Буся, ей 14 лет, и собака Кузя, 12 лет. Какого ты роста? Рост у меня метр шестьдесят. Какой размер у меня обуви? 37 размер обуви. И такой вопрос, знаете, неформальный. Какой твой любимый общественный транспорт? Наверное, электробус. Ну, кто в Москве живёт, тот знает. Захотела бы я водить машину? Нет, у меня нет желания, потому что в Москве постоянные пробки, постоянно надо деньги вкладываться в машину. Нет. И водительских прав у меня нет. Но, если нужно будет, если жизнь заставит, я сяду за руль. У моего брата есть права. У мужа есть права, но он не умеет водить, потому что он получил их на практике. Потому что он закончил автомобильный колледж. Так что из меня водитель. У меня терпения не хватит. Или я врежусь в кого-нибудь, или... Нет, нет, нет. Ты ешь мясо. Да, я ем мясо. И свинину, и говядину, и курицу, и индейку. Спокойно. Ты более художественный или математический человек? Я более художественная, более творческая. У меня были больше гуманитарные науки. Математика, алгебра. Могла немножечко физики посильнее быть. Химия плавала вообще. Какие ты знаешь языки? Английский и свой родной русский. Ну, английский так, чуть-чуть. Какие-то элементарные. Ну, что-то могу понять. Ну, вот элементарные вещи. Значит, ты приезжаешь за границу, да? Тебе нужен, например, номер, да? Ключ получить. А он, например, там 500, какой-нибудь там, 535-й, надо сказать. Ну, вот такие базовые могу сказать. Кто вы по китайскому гороскопу? По китайскому гороскопу. Я год змеи и я овен. Овны, вы сами знаете, это огромная, я не знаю, огромная энергия и лидерские позиции. Ты верующий человек? Да, я верующий. Я православный человек. И, наверное, бы другую религию я бы не приняла. Ну, не приняла, там, буддизм, там, что у нас, мусульманство. Но я уважаю каждую религию. И выбор человека. Верит, не верит, это его дело. Кем вы хотели бы стать в детстве? Моя учительница в школе говорила, что ты вырастешь, будешь бизнес-леди. Прям бизнес-леди, у тебя будет четкий план, у тебя будет бизнес, фирма, у тебя такие организационные способности. Это она так говорила. В детстве я играла в куклу Барби, в магазин продажи. Ну, вот такое вот, ну, там, как бы, знаете, мечтала ближе, вот, постарше, там, 12 к подростковому возрасту. Мечтала быть психологом. Ну, и дизайнером квартир, не одежда, а вот что-то такое вот, декорировать, вот это у меня немножечко есть. Пробовала поступать психологом, я провалила, ну, экзамены вступительные, не прошла. Это русский, там, полностью хромал, и я поняла, что я не смогу психологам учиться, потому что там очень сложно, там очень много практики надо, и знать вот это вот, как юристам, знаете, надо учить эти законы, нет. Нет, это не мое. Так, ну, мы подошли уже к такому вопросу, потому что у меня был вопрос, кто вы по профессии? У меня высшее образование, экономическое. Училась я на факультете бизнес и управления, менеджер организации, вот, управлять людьми. Был еще параллельно факультет муниципальное управление. Я не пошла, потому что в госструктурах, ну, это не мое. А бизнес управление, ну, как правильно управлять людьми, рассчитывать план, это у меня есть способности. Вот, и работала, я начинала продавцом, консультантом, работала секретарем, менеджером по продажам интернет-магазина, и большинство остаюсь менеджером по продажам. Или менеджером по работе с клиентом, но не оптовые продажи. Вот, ну, продажник я, короче. Мама у меня тоже проработала 35 лет в Центральном детском мире, и тетя тоже. Брат у меня тоже продажник, ну, вот так получилось. Папа был грузчиком, шофером, так что продажники. Ну, в Москве, да, выгодно или быть нотариусом, или врачом, или учителем, или продажником. Москва – это город-возможность, особенно торговля. Здесь туда-сюда творится, это прибыльный бизнес. Ну, и всю историю, мне кажется, продажи были прибыльный бизнес. Так, что еще? Так, где дальше всего ты была от дома? Ну, в Подмосковье, это понятно. Была, когда лет 12-13, на Волге зимой в детском лагере. Когда было 18-19, мне нравилось ездить на Украину в Запорожье. Мои подруги бывшие там были родственники, мы отдыхали. Азовское море мне очень нравится, ну, в связи вот с последними всеми событиями, может быть, через 10 лет когда-нибудь наладится, и буду ездить. Мне очень нравится Азовское море. Оно лучше, чем Черное, ну, для меня лично. И в Бердянске я была, да. Ну, понятно, что там не такая инфраструктура, как в Москве. Где я еще была? Я была в Краснодарском крае Анапа, Геленджик. Хотела бы в Сочи, в Крым, Питер, Калининград. Была я на Кипре, Турции, в Египте. Ну, и на Украине как бы четыре страны. В Белоруссию, может быть, когда-то съездила. Вот, а по Кольцу, ну, может быть, к старости буду ездить. Может быть, ближе к 40-50 годам, к пенсионному возрасту буду путешествовать по России. И, ну, не знаю, решила так поделиться. Самое тяжелое в жизни, что я пережила, ну, вот, самое тяжелое, это, наверное, было потеря отца в 19 лет. Я никому не желаю даже в раннем возрасте потерять родителей. Или даже кто, когда родители хоронят своих детей. Это самое ужасное. Я была на втором курсе института. Были каникулы, да, были каникулы, февраль. И мы с... Он у меня еще не муж был, но с молодым человеком, с мамой. Мы поехали к тете, ходили по магазинам. Мне папа позвонил, поговорил. Как будто, знаете, на прощание, как у вас дела? И перед этим он спросил, у тебя деньги есть отложены? Я говорю, да, есть, но там были отложены на учебу. Ну, как бы я платила. Можно было за год платить, можно было за полгода. И я, как бы, потом в магазине, был такой магазин, знаете, сток-центр. Кто помнит, такие были в Москве. Я что-то ходила, выбирала. И потом я около стенда, ну, где вещи лежат в коробочках. Я вот так, знаете, как почувствовала, как будто меня вот так вот, вот так вот сжало. Как будто вот что-то вот ушло. Кусочек меня от души что-то ушло. Я поняла, что что-то случилось. Были мобильники, я попыталась позвонить на домашний, ну, и потом мы пришли домой. Трубка как будто занята. Он всем позвонил, всем попрощался. Ну, и так получилось. У меня отец ушел в 60 лет. По состоянию здоровья, ну, была несердечная недостаточность. И это было тяжело. Спасибо родственникам, которые помогли похоронам. У меня папа был, уже была у него инвалидность. Ему было 60 с чем-то лет. Ну, по состоянию здоровья. Спасибо, дали бесплатное место. Да, для инвалидов положено бесплатное место. Родственники ИСП, хорошо, что был хороший государственный агент. Нам все помог, все организовать. И было тяжело первые вот 6 месяцев. Когда у меня мама просто, вот знаете, ревела. Просто такие крики были. Просто вот истерика, вот понимаете. Я не знала, чем ее успокоить. И тогда у нас появилась кошка. Через 2-3 недели. Она просто, вот знаете, вот рыдала на износ, корвалов. Все успокоительные. Я не знаю вообще просто. У меня ничего не радовало. Просто вот ничего. Я ходила вот как, знаете, на автомате. И в любой момент я ходила на работу. Мне даже с работы помогали. Могли отдолжить денег. Ну, я не взяла. Ну, там на работе очень хорошие люди были. Они все равно в конверсии помогли. Ну, вот такой хороший коллектив был. Это самая тяжелая трагедия. Он мог, конечно, жить. И пришлось на себя брать ответственность за маму. Хоть у меня брат старше на 6 лет за брата. В 19 лет все это контролировать. Работаю я с 18 лет. Другие, я понимаю, богатенькие дети там, ну, или, ну, более-менее среднего достатка. Сейчас многие дети, да, у нас почти до 23-24 лет не работают. То есть, обеспечивают родители. За них платят за учебу. Мы нет. Я училась на вечерне. Работала, потому что надо было оплачивать учебу. Были моменты, да, когда нужно брали кредит. Выплачивали его. И отец умер, когда у меня родилась племянница. Ей был всего годик у Катюши. И вот он встретил, как бы, Новый год. И 31 января он умер. И когда были похороны, было вообще минус 31. Такой сильный мороз просто. И, ну, пришлось взять всё в свои руки. И до сих пор в семье я слежу за мамой. Ну, брата направляю, контролирую. Чё делать? Вот так вот. И в этом мне помогает муж, моя опора. Спасибо ему большое. Так что, ну, это вот тяжёлое было. И после вот этого темы, которая, да, похороны, когда другие люди сейчас так умирают, я не так тяжело переживаю. Да, я сочувствую, я понимаю, что это. Но вот это вот самая тяжёлая такая вот, как сказать, трагедия была. Так что я не избалованной семьи. Я ребёнок из 90-х, которая пережила 90-е, когда нечего было есть или не было работы. Когда в 97-м всё рухнуло. Когда были 2000-е, когда пришли мобильные телефоны, компьютеры. И сколько было экономических кризисов. И уже, видите, коронавирус. И, ну, уже сколько мы пережили экономических кризисов. Это просто вот так. Так что закалённое. Характер у меня закалённый. И есть лидерские способности. И, да, я почти пять с половиной лет, да, училась. И каждый день, пять дней в неделю, вот первые два-три курса, каждый день я после работы ехала на учёбу. Каждый день. И пыталась за полчаса быстрее попасть на лекцию. Потому что учёба была в 6.30. Я ехала на учёбу, училась до полдевятого. Я ещё успевала зайти в какие-то магазины, сделать домашние дела. Представляете? Ну, там, что-то приготовить, что-то купить, что-то там оплатить, что-то сделать. И вставать в 7 утра. И на следующий день на работу. Писать, сколько энергии было? Я простой человек. У меня нет таких, знаете, как таких, ну, заморочек. Мне нужна сумка кожаная, там, не знаю, Шанель. Нет, у меня такого нет. И там туфли. Или я люблю устрицы. Нет. Я спокойно отношусь к устрицам. Я не любитель устрицы. Я не любитель кальмаров. Да, креветки я могу съесть. Там, какое-то мясо, рыбу. У меня нет такой, ну, как бы, гурманских пристрастий. Вот так же я сказала. Мои подруги, она любит, например, кальмары, устрицы. Я спокойно отношусь к выбору каждого. Так что я простой человек. И ничего такого особенного нет. Да, у меня есть лидерские качества. Жизнь заставляла. Попадала в такие, как сказать, в коллективы, ситуации. Когда вот все стоят, молчат. Не знают, как принять решение. Или как делать, что как действовать. И приходилось мне. Подымала попу. Вела за собой народ. Или сама все организовывала. Характер. Над характером я работаю. Раньше у меня так вот прям энергии перлут. Быстрее бегу. Сейчас после 30. Чуть-чуть больше, поспокойнее стало. У меня, ну, как бы, нет такого. Знаете, как раньше там клуб, тусовки. Мне это не интересно. Потому что до 18 лет я столько гуляла, тусила. Кто-то, наоборот, сейчас нельзя. А в те годы можно было и алкоголь, и сигареты. Все, что можно было угодно купить. Так что, чем смогла, тем поделилась. И такой интересный вопрос. Ну, он популярный, я знаю. Если бы ты оказалась на необитаемом острове, какие три предмета ты взяла бы с собой и каких родных? Три предмета. Первое. Это зажигалка автоматическая. Ну, можно, ладно, спички, если не зажигалки. Нож. Ну, потому что ты будешь что-то, да, готовить. Не знаю, разделывать, вырезать. Нож обязательно. И третье. Это какая-нибудь канистра, фляжка. Потому что ты же будешь какую-то воду пить с собой. Ты же с моря не будешь прям брать соленую. Какую-то родниковую. Я не знаю, там же будут. На острове какие-нибудь дожди. Пресная какая-нибудь вода. Каких бы я родных взяла? Маму. Брата. Мужа. Тетю не стала. Племянницу не стала, потому что эмоциональные не выдержали бы это. Не выдержали. А вот брат, он всегда оптимист. Даст и день. Мама направит. Подскажет. Муж одобрит. Поможет в плане физической что-то там такое тяжелое сделать. Ну да, вот таких бы людей взяла. Ради интереса задала вопрос мужу, чтобы он взял с собой. Знаете, чего я ответила? Я бы взял лодку и, как в сказке, джин, ну который трешь, и он исполняет желание. Вот две вещи был взял. Мне так удивило. Я сначала подумал, бутылку джин. Нет. Джин, трешь и все. А джин из полу сей желания ты или с лодки куда-нибудь доплывешь. Так что, вот такие дела. Так, не знаю, что еще ответить. Мои хобби. Не знаю. Хобби это YouTube. Дзен. Все. Косметика. Книжек я сейчас меньше читаю. Вязать. Нет. Рисовать. У меня такого сейчас нету наплыва. Что-то высаживать. Да нет. Прям такого вот что-то. Вот прям хобби. Ну вот YouTube, да, и вот Яндекс.Сент. Хобби мое. Вязать, вышивать не могу. У меня терпения не хватит. Раскрашивать тоже. Нетерпеливо я. Но я работаю над этим всю жизнь. Над своим характером надо работать всю жизнь. Нет. Ну вот такие, да, хобби. А YouTube у меня сейчас вообще матинизация, да, правильно сказать, она отключена у меня с ноября. У меня никакой нет рекламы. И доход я никакой не получаю. Я, короче, вам бесплатно все это снимаю от души. Вот. Настоящий блогер. Как я пришла к блогерству в 2013 году, да. Первое видео было с FixPrice. Покупки FixPrice в то время популярной. И мне нравился магазин FixPrice. Я сначала вот так снимала камеру, да. Надо было ее, ну, вот так ставить. Ну, не вот так снимать, а вот так. Вот. Ну, смешнее там были видео. Сначала кусочками. Потом мне сказали, надо лучше соединять. Так что у меня как бы есть и постоянные зрители, и потихоньку прибавляется много. У меня нет, знаете, миссии там 100 миллион подписчиков. Я рада любому подписчику. Если ему нравится мой влог, он смотрит определенную рубрику, да я только рада. Если я кому-то приношу пользу и чем-то интересный, кто-то черпает идеи, какие-то советы, отзывы, да я только за. Не знаю, вот так пришла. Сцены, кстати, я не боюсь с детства. Потому что я каждый год ездила в лагеря, там заставляли выступать. И танцы, и петь, и стихи какие-то, и в спортивных соревнованиях заставляли. Так что, ну, как бы если мне надо какую-то речь сказать, микрофон возьму, спокойно скажу. Ну, от своего сердца, ну, как вот на свадьбу, многие, знаете, даже стесняются. Мне нравится что-то сказать, микрофон бывает такой. Вот у меня муж стесняется, он мне скажет. Ну, не такой человек, который не любит сниматься в последнее время. Вы даже посмотрите, там, если с 2013 года, у меня вообще там темные волосы. Вот, сейчас я чувствую себя, ну, в таком цвете, мне комфортно. Но в черный нет. Может быть, в русы когда-нибудь перекрашусь. Почему я не отращу свой цвет волос? Ребята, у меня генетический, к сожалению, седина. Ее, ну, здесь не видно, но седина. Если я буду отращивать свой волос, у меня будет седина. У меня брат весь седой. Так что... Так, даже не знаю, что еще вам рассказать. Ответить. Почти все вот такое основное ответила, рассказала. Поделилась, чем могла. Если будут еще, пожалуйста, вопросы, пишите в комментарии. Если наберутся, сниму еще видео. Ну что, будем тогда заканчивать. Я больше уже не знаю, что рассказать. Все, что могла, ну, такое уж, чем могла, тем я поделилась. Так что, подписка, лайк, любой комментарий, любой вопрос. Ну, если, конечно же, будут неадекватные, я, конечно же, буду блокировать, удалять эти комментарии. Я уже спокойно отношусь, потому что я столько уже лет снимаю. Каких мне комментариев только не прилетало. Особенно от хейтеров. Я уже иногда сижу. Вот прям есть такие люди, которые только на эмоции хотят. Поругаться, вывести. Нет. Я уже немножко с возрастом поспокойнее стала так. Все. Давайте. У меня даже голос немножечко охрип. Прощаться на хорошей ноте. Спасибо, что досмотрели это видео. Спасибо вам за вопросы. Спасибо, что смотрите меня. Особенно благодарю постоянных моих зрителей, которые вот давно смотрят мой канал. Я знаю, есть такие зрители, которые прям вот давно. И следят за каждым видео, за каждым постом. Да, это единицы. Но я ценю всех зрителей. Так что целую, обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.